все эти крупные должности не сделали его настолько известным как хобби всю свою жизнь он обожал футбол и интеллектуальную игру что где когда я все-таки несмотря на твои двойки стал знаменитым внутренне логика говорят все ты пенсионер а если завтра в поход остается еще та живая любовь к чтению книг кроха сын пришел к отцу и спросила кроха что такое хорошо что такое плохо она осталась где-то далеко часть обязаловки не 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 ребята это моё та самая ситуация когда реально готов был уже сдаться были ситуации были провокации мы же были по разную сторону баррикад всем детям всем ребятишкам всем футбольных школах надо рассказывать еще и об этом вот то что тогда произошло где-то отражает эту идею да я вернулся в игру уходи биография нашего героя с профессиональной точки зрения весьма многогранна инженер по образованию он работал топ-менеджером в банке в топливной сфере и наконец медиабизнесе но все эти крупные должности не сделали его настолько известным как хобби всю свою жизнь он обожал футбол и интеллектуальную игру что где когда напротив меня двукратный обладатель хрустальной совы и погона лучший капитан клуба алексей блинов алексей здравствуйте и большое спасибо за эту встречу добрый день но на самом деле я думаю что в большей степени это я должен вас поблагодарить так же как и телезрители которые нашли время сейчас время очень такое серьезное важное мне кажется что самое драгоценное из того что у нас с вами есть и мы больше всего ценим наше время и если телезрители нашли время чтобы посмотреть нашу программу поучаствовать нашем разговоре это и большая благодарность мне начать хотелось вот с чего в одном из интервью вы рассказали о том что где-то недостаток времени и внимание со стороны родителей да он компенсировался вот этим миром книг можете ли вы назвать топ-3 как мы это называем до книг которые максимально повлияли на ваше взросление да на становление вашей личности и вот второй вопрос вам сразу сходу а спустя вот эти 30 лет которые вы в принципе находитесь в этом пространстве масс-медиа остается еще та живая любовь к чтению книг ну вы знаете я думаю что начну наверное с последнего вопроса да как бы так и начнем что мне кажется что человек который вырос в библиотеке ну а так получилось что когда мама была в школе я сидел в школьной библиотеке тот кто вырос среди книг кто знает вот это тактильное ощущение перелистываемых страниц запах безусловно знаете мы бы назвали наверное книжной пылью да но вот этот книжный запах он я думаю что без книг уже жить никогда не сможет поэтому я читаю книги я не могу читать в электронном виде не понимаю и для меня нет ощущения передачи информации когда она происходит с листа это я понимаю когда с экрана знаете я привык но вот на компьютере работать с документами я могу прочитать могу написать могу что-то корректировать править но при этом ощущение что я попадаю вот в мир событий которые происходят у меня такого нет если я читаю там скажем джером клапка джером трое в лодке не считая собаки то я вместе с всеми путешественниками нахожусь в лодке да я вот как бы участник всех событий которые происходят и для меня очень важно чтобы было именно сама книга чтобы были эти страницы ну вот это вот я так вырос то что касается топ-3 я бы не стал определять мне кажется что это вот глубокое заблуждение очень часто любят спрашивать скажите пожалуйста одно единственную книгу которая перевернула вашу жизнь не может такого быть если бы была бы панацея одна единственная таблетка которая могла бы вылечить нас от всех болезней если была бы одна или три книги которые вы можете прочитать и они после этого перевернули вашу жизнь или определили ну наверное мы бы об этом уже знали а во вторых и прекрасна наша жизнь именно тем что у нас великое разнообразие и мы постоянно в каждый момент времени в каждый момент своей жизни в каждый этап своей жизни мы выбираем какие-то очень важные для нас вот они в каждый конкретный момент в каждый этап жизни и не одна и не три может быть 5 10 а может быть и одна книга те которые определяют и заставляют тебя жить думаться оценивать взвешивать от себя знаете как детская такая стишок читайте 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 друзья без книги хороший прожить вам нельзя книга должна быть всегда разные одними сменяя друг друга перечитывая заново открывая что-то новое но вот трогайте информация через книгу она через страницы через бумагу по-другому будет вами восприниматься и цените саму книгу как таковой вот как объект а своей известности вы рассказывали и говорили о том что почувствовали ее минуту славы да не в момент когда побеждали а как раз момент когда на кону да когда мы проиграли то каждого бывает по-разному на самом деле очень интересно мы попали на программу минут славы на первом канале и так получилось что они там стендап короткий записывали все выходили и говорили я стал знаменитым когда порвал там пасть игру я стал знаменитым когда остановил там вагонетку на полном ходу я понимаю что в моей жизни ничего такого сверхъестественного не происходило конянах коня на ходу я на скаку не останавливал в горящую избу не входил да и как-то таких событий ну к счастью не было как же вот так получилось что ты стал известным и попытался для себя вспомнить вот тот момент то ощущение когда ты из из безвестности вдруг попадаешь в зону когда на тебя обращают внимание ты становишься интересен и вот по большому счету это как раз то событие когда мы проиграли свое бессмертие мы проиграли свои красные пиджаки и когда здесь же не за не в пиджаках дело и не в проигрыше а в желании возможности поставить свое бессмертие ради своих друзей здесь же выбор был только в этом ты мог совершенно спокойно скажу не 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 ребята это моё я для себя все остальные свободны мы сохранили команду мы боролись за ребят боролись друг за друга и мы по сути дела остались коллективом это и привлекло внимание потому что вот это ощущение выбора и поведения там несколько секунд которые знаете несколько секунд которые потрясли мир которые потрясли зрителей я сам смотрю и момент принятия решения он же просто как вспышка раз и ты содрал себя да я сделал этот шаг ну это да это вот такое для меня важно и я очень ценю что наверное кто-то потом жизни в каких-то определенных жизненных ситуациях просто для себя проводил параллель и думал вот смотри а тогда же блинов пиджак себя снял он же сделал этот шаг и я тоже это сделаю ситуации в которых вы были как раз тем самым громоотводом было много но была ли одна та самая ситуация когда реально готов был уже сдаться были ситуации были провокации но все дело в том что мы всегда и с владимиром я кличем ворошиловым мы же не дружны мы же были по разную сторону баррикад и у нас было взаимное уважение мы уважали друг друга как сайлы соперников и противников было событие которое и не могу его оценить что вот-вот сдаться было вот после того как мы проиграли когда произошло вот это та самая пресловутая игра на бессмертие мы проиграли бессмертие а потом сыграли матч и реванш и в этот момент я сказал себе что все я больше играть не буду я не буду играть я уже наелся да вот эмоциями и дальше я больше в этой в игре в этой ситуации быть не хочу и опять же гений ворошилова который спровоцировал меня на то чтобы я вернулся в игру потому что было сказано да алексей уходи но вместе с тобой уйдет и вся команда для которых круг общения для которых клуб для которых известный слава любовь возможность поиграть это все они уйдут отсюда навсегда я ни одного из них никогда в жизни больше не пущу в зал ну потому что если уходишь ты уходят вся эпоху уходят вся команда вот ты принимай решение у тебя там полчаса выйди покури и потом придешь и дашь ответ и тогда ну вот я не знаю сложно мне сказать да в слабину сказал что да ну ребята должны играть я не должен определять их я не могу определять их судьбу я не могу определять их жизнь и я вернулся в игру а возможно надо было как раз тогда остановиться а может быть не надо было потому что была еще одна ситуация когда то же самое я уже уходил из игры и был вернул вынужден вернуться и была ситуация когда ушел и потом вернулся и сейчас я ушел не играю но где-то внутри иногда раздается маленький колокольчик а если завтра в поход а готов ли ты сесть за игровой стол у меня нет готового ответа внутренне логика говорят все ты пенсионер тебе играть больше не надо там играют молоды потом что-то там внутри такой такой резонанс какой-то но ведь 45 лет из которых ты 35 вместе с игрой но это же много это все а может быть надо тряхнуть стариной может быть надо вот показать как она все может быть надо сесть за стол а ответа нет был эпизод я думаю что вы знаете о чем я говорю когда вы в эфире не постеснялись своему уже бывшему другу сказать в лицо все что вы о нем думаете кто-то вам руку пожал но в основном как показывает история да вы стали не рукопожатным человеком после этого это было какое-то эмоциональное решение или взвешенный поступок вы знаете я думаю что все что происходит в игре взвешено вообще назвать очень сложно потому что ты живешь в нити в ткани в эмоции игры и эта эмоция того положения потому что я очень не конфликтный человек и реально вот в здравом уме и трезвой памяти я бы никогда в жизни такого поступка не совершил это просто чисто игровая игровая ситуация вот так как она сложилась так как происходило это такой выплеск энергии того что есть вы сожалеете о ней ну вы знаете я честно говоря никогда не жалею о том что произошло потому что это произошло ешь календарь то не переверну обратно страницу то не вставлю и не переживаю заново это сделано бы если в тот момент я считал что так нужно было сделать значит так было и нужно до этого определила во многом это отрезала мне дорогу на телевидении потому что к сожалению там друзья которые наиболее активную позицию занимают они там на передовых позициях и соответственно те кто отзываются о них негативно они как правило не попадает больше на программу ну вот таким образом да я на тот момент был капитаном спонсорской команды но моя судьба решилась значит так и нужно и поведение коллег я до сих пор считаю что так вести себя нельзя я могу вам рассказать логику о том что ради игры игроки делают все что угодно каждый поступает по-своему у каждого есть свои жизненные устои и жизненные цели я считаю что не бывает такого чтобы цель оправдывает средства цель это здорово но какими путями это достигается я всегда придерживался другой практике поэтому я себя в той ситуации до сего момента полностью поддерживаю ваш переход в медиа бизнес возможно для кого-то был не сильно ожидаемым да а вот переход в клуб футбольный клуб зенит он стал уже довольно таки закономерным потому что вы всю свою жизнь обожаете эту родную питерскую команду поучаствовать в ее судьбе это стало каким-то подарком судьбы оглядываясь назад на тот период работы в футбольном клубе зенит что главное вынесли оттуда что надо ценно что надо ценить те моменты которые тебе дает жизнь когда ты можешь заниматься тем что тебе нравится и у тебя появляется уникальное просто уникальная возможность когда твое любимое дело твое хобби твоя профессия совпадают вот я уверен что для многих людей это вот такое соединение не происходит и мне вот кажется что я счастливый человек от того что у меня это было это пять блестящих отличных замечательных лучших лет это когда нет грани между работой и жизнью ты вот постоянно находишься вот в поле ты постоянно в драйве тебе все доставляет удовольствие даже самые сложные вопросы журналисты въедливые которые пытаются там что-то там подкусить кто-то пытается спровоцировать и это борьба вместе с ними фанаты которые что-то где-то делают все равно этот это это удовольствие от того от того что ты живешь вот в этой среде что ты являешься ее частью что на самом деле на лацкане пиджака у тебя есть стрелка и ты являешься частью команды это вот очень здорово знаете это просто непередаваемые эмоции непередаваемое ощущение а радость когда ты еще становишься победителем когда мечта которая у тебя была там с 84 года вдруг ты становишься в седьмом 23 года спустя вы становитесь чемпионами страны и ты к этому приложил усилий ты вместе с ребятами был но это просто нет неповторимые эмоции под мере хотел бы пожелать всем кто нас видит и слышит о том что чтобы вам повезло чтобы у вас вот хотя бы на короткий промежуток времени совпали увлечение любовь желание и работа вот тогда вы просто почувствуете ну необычайный драйв и это запомнится на всю оставшуюся жизнь в этом отвечали за работу с фанатским сектором да я там и за пиар с фанатами мы работали вы знаете мне такое впечатление что я абсолютно точно могу сказать что я не не бегал по полю не забивал мечи и не занимался медицинским содержанием команды а все остальное волей-неволей все равно приходилось что-то помогать где-то ты помогал администратору что-то с формы делать ты же такая вот там психологом наверняка личном работали да вы знаете это очень сложно сказать хотя с ребятами со многими мы общались достаточно много искренне и подробно они скорее меня относили к категории ну вот я все-таки был старше тем более был телевизионный бэкграунд и для них такой как гору вот а вы что скажете ну как то какая-то вот реакции они иногда если возникала какая-то такая сложный момент и очень было непонятно как себя вести это приглядывались вот как же ты поведешь как ты отреагируешь вопрос к знатоку да из всех ваших широкого спектра ваших и мероприятия и в частности благотворительных да какое было самым запоминающимся возможно не самым простым а из благотворительных мероприятий вы знаете наверное самое большое запомнилось это мы вместе с ребятами с фанатским сектором сектор 10 групп у нас есть такая фанатская группировка в питере мы ездили в лугу просто в детский дом самый обычный очень такой непритязательный детский дом и вместе с ребятишками гоняли футбольный мяч проводили викторину вспоминали историю зенита рисовали плакаты потом фотографировали зенитовских шарфах то есть вот мы когда просто с ними вместе жили общались вот это очень здорово и мне понравилось что это именно идея фанатов было то есть как-то периодически хотелось тебе что-то такое предложить и ты что-то мог сделать а здесь это именно ребята которые сами придумали сами нашли детский дом и не просто сказали что алексей поедешь с нами и мы вот взяли поехали вместе очень здорово и очень такой эмоциональный а главное лишенные абсолютно официального налета это вот совсем по-другому обществе ты понимаешь что ребята и девчонки которые там живут им тяжело ну они реально лишены родительские опеки и тепла и ты вот приехал и для них это событие в жизни вот у них теплинка какая-то появилась такая не вот чуть-чуть оттаивают видя тебя это конечно здорово алексей ну вы как никто другой знаете игроков изнутри у них есть определенный имидж на экране да на поле кто из них возможно вас как-то действительно удивил кто проявился именно в этой благотворительной сфере мы ведь вот мы до зритель не все не знаем где-то не понимаем да у них это часть обязаловки или они действительно с открытым сердцем отзываются на какие-то благотворительные акции но вы знаете я на самом деле за всех наверно не отвечу я могу сказать только что ребята которые ездили вместе со мной не все делали это всегда искренне и я не видел фальши нигде но если там андрею варшавину было интересно поехать в собственную школу в которую он учился и лишний раз директору школы доказать о том что я все-таки несмотря на твои двойки стал знаменитым я все-таки доказал что я могу то мы ездили там с сани горшковым или с кости зверяновым это люди которые очень трепетно относятся к детям они вот очень жалели толик тимащук он любил возиться вот для него просто вот там вместе с мечами на с мечом тот же вот что то такое вот это это для них живое не давали свою свои искренние эмоции свое тепло именно с этими ребятами поэтому я никогда в жизни не скажу что кто-то из них приехал ради того чтобы сфотографироваться на обложке и сказать что я принял участие благотворительной акции нет это люди делали абсолютно точно искренне а во вторых я если честно сам я же не актер у меня нет возможности там взять сделать другое лицо я не умею играть и со мной все кто ездит ровно точно так же либо едем либо не едем ты приехал к детям у тебя нет права на фальшь если ты их не любишь они тебе не нравятся они сразу это видит и они отходят от тебя не к тебе не подойдут ты ничего не сможешь сделать на самом деле где сделали придумали замечательную акцию там дед мороз зенитовский который ездил по деду по детдомам до сих пор еще ездят они ребята продолжается это вот вот видно что по ребятам они даже в проект как правило стремится попасть много людей все хотят там поехать посмотреть и дети оценивают и сразу видно как они относятся к тем кто приехал кто их не любит кто не искренне они обходят вокруг они не подходят они чувствуют эту ответную реакцию это поле которое есть и они к этим людям не подходят поэтому здесь никакой дву личности быть не может только искренне не так давно была скандальная история которая затронула двух молодых футболистов кокорина и мама его один замечательный журналист когда-то мне сказал что человек может не сходить с ума но сойти с души вот то что тогда произошло где-то отражает эту идею да как вы считаете вот эта мера пресечения она действительно как-то повлияет на этих ребят или есть другие более действенные меры взывания к совести знаете я думаю что на самом деле наверное речь идет здесь не о том что произошло и не о том какая будет ответная реакция речь идет о том что вот вы все время возвращаетесь к футболу и не трогайте что у футбола должно быть будущее что изначально это этот опыт который произошел или ситуация это прежде всего опыт для тех ребят которые сейчас будут приходить на место которые будут становиться звездами и мне кажется что это вот самое важное что в перестройке формирование современного футбола формирование современного футболиста то что сегодняшнее упускается нельзя сойти с души и и изменить она либо есть либо нет она осталась где-то далеко маленького парня взяли футбольную школу за него стирают и моют его возят он не пресса абсолютно не приспособлен в жизни потом загнанный агентами вздутыми зарплатами он вдруг становится обладателем каких-то нечеловеческих денежных ресурсов стоимость которых реальную не понимает он не понимает как в этой жизни себя ощущать а потом кто-то ему где-то и опять же эта среда в которой живут говорит что границы расширились что вообще границы приличного существовали но для них они давным-давно уже раздвинуты и соответственно можно парковаться где угодно можно ездить как угодно можно ездить пьяным и трезвым можно бить ли по лицу любого другого можно оскорблять можно вести себя так как я захочу это говорит о том что где-то в глубоком детстве вот те ориентиры которые были в футбольной школе их не додали их загнали отрабатывать удар на футбольное поле но при этом внутри в душе вот в воспитании не оставили основные реперные понятия что такое хорошо и что такое плохо кроха сын пришел к отцу и спросила кроха что такое хорошо что такое плохо не было он был футбольной школе тренер еще кто-то должен ему об этом сказать это и есть реформа нашего футбола чтобы внутри у каждого футболиста были четкие градации что хорошо а что плохо и деньги рассказ о том что деньги снесли крышу они никому не снесут если у тебя есть устои если у тебя есть вот эти нравственные границы ты будешь всегда их придерживаться они никуда не денутся их нельзя купить за деньги их продать не они у тебя должны быть и вот реформа футбола зависит от того что всем детям всем ребятишкам всем футболе в школах надо рассказывать еще и об этом не о голах очках секундах о том как себя вести и что такое в жизни хорошо и что такое плохо алексей вашей биографии также был эпизод когда в 2016 году вы с андреем козловым отправились в сирию и там устраивали для военнослужащих интеллектуальные игры чья это была идея как она возникла да и что вам дала то поездка ну знаете на самом деле идея это было антона губанкова управлял культурой министерстве обороны мы с ним давние друзья и приятели были он к сожалению погиб в самолете который разбился в сочи при вылете в сирию вот шла программа но мне сперва об этом рассказал денис майданов как раз один один из первых летал рассказывал свои эмоции впечатления как ребята его встречали и но мне тоже было интересно и он-то у нас просил как это происходит он говорит так давайте вот вы тоже там ребята с радостью поиграю там интеллектуальные игры офицером будет любопытно но он предложил а мы андрею позвонила грым 3 полетишь со мной вместе до полетели так так вот все получилось ничего такого сверхъестественного просто было и бы любопытно было интересно а на самом деле очень хотелось конечно ну я понимаю что ребятам тяжело что действительно в боевой ситуации живется не так просто есть еще какой-то внутренней такая психологическая усталость ее хотелось каким-то образом может быть ребятам помочь немножко разрядиться и очень здорово что получилось вот так и я по военной специальности тыловой офицеры поэтому на же есть еще военного военной специальности у всех и так получилось что финальной игре сошлась команда медиков это медицинской части и команда тыловиков я не могу принципиально быть вот здесь принципиально в игре потому что но тыловики вы мои я буду явно за вам подыгрывать поэтому андрей козлов как раз там все проводил я в данном случае уже финальной игре там все болел поддерживал их ну вот как-то мы так не знаю очень здорово очень отлично и мне мне очень понравилось именно само общение вот открытость людей такая и желание нацеленность на победу на результат на умение взаимодействовать в команде хотя для них мы понимаем что их выдернули из бы на при решении боевых задач и они вдруг сели отвечать на вопросы что где когда и тем не менее они это делали не менее профессионально интересно грамотно и здорово чем они решали свои основные боевые задачи вот это желание откликаться на какую-то помощь и помогать чем можешь да и где можешь она у вас как то с детства было или со временем пришла вы знаете у меня мама была такая мы всегда так жили я не знаю мне никто этого не рассказывал мы просто так жили и делали так всегда мы там помогали всем чем можем как можем я даже не знают помощи не является просто ну это вот жизнь такая участие знаете в желудокого человека не вот сложно определить потому что когда я там куда-то должен вам сказать вы знаете я сейчас пойду сделаю доброе дело я не я их не делаю они просто вот они меня окружают и я в них живу и мне вот так я по-другому просто не представляю как может быть если бы можно было выбрать что-то одно из вашей жизни да за что больше всего вы могли бы сегодня благодарить бога за то что я живу за то что есть жизни я вот вот живу я действительно считаю что это вот подареные господом то что у тебя есть эта жизнь ну а дальше уж как мы ее проживем я желаю вам найти все ответы на свои вопросы спасибо вам огромное за участие в этой программе все продолжайте то что вы делаете несите умные мысли в эти молодые головы спасибо спасибо большое спасибо